Ребята, давайте подумаем, что легче, намусорить или убрать? Намусорить. Ну а что проще, починить или сломать? Сломать. Да, я думаю, вы правы. Ну а что легче, загрязнить или все-таки очистить? Загрязнить. Бумага, пластик, картон, алюминий. Что же из этого подлежит переработке? В школе номер 31 прошел эко-урок. Старшеклассники рассказали малышам, как важно беречь природу. А глава городского округа Дмитрий Волошин показал, как правильно сортировать мусор. У нас с вами есть красный контейнер для алюминия, желтый контейнер для пластика и синий для бумаги. Итак, весь мусор делится на мусор, который подлежит сортировке и который органические отходы, так называемый мягкий мусор. Наша задача с вами отсортировать все, что только возможно. Все, что только возможно сортировать. И чтобы этого мягкого мусора осталось как можно меньше. Сортировать мусор несложно, нужна привычка. Артем, ученик школы номер 31, уже несколько лет собирает бумагу и стекло в разные контейнеры. Он поделился своим способом, как отучиться выбрасывать все в один мешок. Вообще, чтобы переучить себя выбрасывать все в один мешок, нужно сперва понять, какие последствия могут вызвать неразобранный, нераздельный мусор. Различные токсины могут попасть в землю и вызвать просто разрушение почвы. Два года назад в школе появился эко-отряд. Алла Гаврилова стала его руководителем. Она объединила самых инициативных учеников. Начинали с эко-листовок и сбора макулатуры. Сейчас в отряде больше 70 человек. Мы стали ходить по экологическим тропам, участвовать в акции «Посади дерево», «Покорми птиц зимой», в акции «Растем вместе». Стали работать на приусадебном участке. Ребята очень охотно сами проявляли инициативу, предлагали различные варианты. К концу урока весь мусор поместили в нужные контейнеры. Бумагу в синий, пластик в желтый. И запомнили, что мусорные пакеты тоже надо утилизировать правильно, вместе с пластиком. Ксения Каретникова, Николай Забродин, Служба новостей.